Здравствуйте! Вы смотрите Аналитику Дайджест на канале Витража о вере в красках. Крестные ходы с молитвой о мире проходят в епархиях Украинской Православной Церкви. Крестный ход с Касперовской иконой Божьей Матери прошел в Херсоне. Чудотворный образ, который просиял на херсонской земле, прибыл из Одессы на несколько дней для участия в престольном празднике Свято-Духовского Кафедрального Собора. В молитвенном шествии приняли участие митрополит Херсонский Таврический Иоанн, митрополит Новокаховский Егенический Филарет, а также священнослужители Херсонской Новокаховской епархии, ну и, конечно же, многочисленные верующие. Колонна богомольцев проследовала от Свято-Духовского Кафедрального Собора храму всех святых, а в завершении шествия Касперовский образ пронесли над головами коленно преклоненных верующих. Крестным ходом в Умане Черкасской области традиционно почтили память новомучеников и исповедников земли Уманской, которые пострадали за веру в XX веке. Священнослужители и миряне во главе с митрополитом Уманским и Звенигородским Пантелеймоном прошли церковными песнопениями к районному отделу национальной полиции Украины, где в начале XX века располагалась тюрьма, которая стала местом исповеднического и мученического подвига сотен верующих. У поклонного креста был отслужен молебен и совершена заупокойная лития по христианам, пострадавшим от богоборческой власти. Крестный ход прошел и в Ахтырке Сумской области. После молебна в Покровском кафедральном соборе священство и прихожане во главе с благочинным протереем Евгением Сапигой прошли в Свято-Троицкий мужской монастырь, воздавая хвалу Божьей Матери. Главной святой нишествия стала чудотворная Ахтырская икона Пресвятой Богородицы. А в Свято-Троицкой обители паломников встретил митрополит Сумской Ахтырский в Логии. Чудотворный образ обнесли вокруг монастыря, установили в храме, после чего началось всеночное бдение престольного праздника. Крестный ход с копией Пряжевской иконы Божьей Матери прошел в селе Мирополе Краснопольского района Сумской области. До 2014 года шествие проходилось чудотворным образом, объединя верующих Курской и Сумской епархий. Как отмечают в Сумской епархии, в этом году крестный ход в Мирополе состоялся в 19-й раз, а традиция была заложена еще в дореволюционное время, а возрождена уже в 2003 году. Шествие объединяло два Николаевских монастыря – Миропольский в Украине и Горнальский в России, откуда крестным ходом чудотворная Пряжевская икона Божьей Матери, одна из почитаемых святынь Курской земли, приносилась в Мирополе, а затем после молебна возвращалась домой. В последний раз совместный крестный ход двух приграничных епархий проходил, как я сказал, в 2014 году. Сегодня такой крестный ход невозможен, но миропольцы не отставили свою благочестивую традицию чествовать чудотворную святыню крестным ходом с молитвами о мире в Украине и преодолении раздора между людьми, сказано в сообщении епархии. Крестные ходы по епархиям продолжаются, обязательно буду о них рассказывать, а 27 июля ожидается проведение всеукраинского крестного хода, который приурочен к празднованию Дня Крещения Руси. Ожидаются участники из всех регионов страны, уверен, это будет масштабное шествие верующих в Украинской Православной Церкви, напомню, единственной канонической православной церкви в стране. Грузинская патриархия выступила против ЛГБТ марша в Тбилиси. В заявлении Грузинской Православной Церкви говорится, что марш достоинства ничего общего с достоинством не имеет, а под предлогом защиты прав человека пропагандирует нетрадиционный образ жизни, который противоречит общепризнанным нормам морали, а также содержит признаки провокации, направленные на легализацию тяжкого греха. Православная Церковь всегда щедра к грешникам, но не ко греху. Поэтому ненависть и насилие против кого-либо совершенно недопустимо, но также недопустимо любоваться грехом и навязывать его другим. Это приводит к смешению универсальных ценностей и существенному целенаправленному искажению, которое оказывает крайне негативное влияние на психику несовершеннолетних и подрывает интересы детей. Вот одна из цитат из заявления Патриархии. Как отмечают, незначительная часть сторонников ЛГБТ нарушает права, свободу и выбор, подавляющего большинство грузинского общества, игнорирует объективную реальность и ведет к дискредитации западных ценностей. Нашему обществу необходимо понять, что европейская демократия – это не отказ от мышления и образа жизни подавляющего большинства людей и их религиозных чувств. Подчеркивается в заявлении. И с этим трудно не согласиться, но воэтика, которая столь агрессивно навязывается, зачастую имеет главную цель – окончательно разложить общество, оторвать его от духовных корней и нанести удар по православной церкви. В Турции 1400-летний храм превратили в амбар. Пока первый безравных думает, каких же еще раскольников ему признать, у него под боком из храмов делают амбары. Это никого в Стамбуле не беспокоит. Ранее это был древнейший храм Пресвятой Богородицы, история которого насчитывает, как я сказал, 1400 лет. И ранее эта церковь была одним из культовых мест православных ассирийцев, которые в 90-х годах прошлого века стали покидать свои дома из-за усиления в регионе военных действий. В результате переселения ассирийская церковь постепенно перестала быть очагом веры и молитвы, и некоторое время здание использовали как дом, а теперь превратили в амбар. И хотя стены храма устояли, выглядит он как руины, потому что власти безразличны к сохранению целостности здания. С просьбами о защите церкви местные жители обращались в районный филиал Министерства культуры и туризма, но все их запросы отклонили. И, как я уже сказал, никакой реакции, в частности, фонара, которому стоило бы заботиться о сохранности храма на территории Турции, но ни превращение Святой Софии в мечеть, ни такое вот использование святы них, к сожалению, не тревожит. В селе Адамовка осветили памятник святителю Иоанну Шанхайскому. Памятник установили в рамках празднования 125-летия со дня рождения святителя и столетия Русской Православной Церкви за границей по благословению митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского Илариона и предстоятеля Украинской Православной Церкви, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. На торжества прибыли представители РПЦЗ из США, также многочисленные паломники из разных городов. Праздничные мероприятия начались молебном на подворье Святогорской Лавры в селе Никольское, где расположена могила деда святителя Иоанна. Оттуда духовенство во главе с митрополитом Святогорским Арсением и сотнями верующих традиционным крестным ходом направились к Лаврскому скиту в Адамовке. Именно здесь была родовая усадьба Максимовичи, где будущий святой провел детские годы. Думаю, вы могли слышать об этом, если смотрели интервью с митрополитом Арсением на нашем канале. Навстречу крестному ходу вышел другой из Адамовки, который возглавило духовенство РПЦЗ. И объединившись, два крестных хода вошли в ворота свято-ианновского скита, где установлен памятник. Чин освящения памятника святителю Иоанну Шанхайскому совершил митрополит Арсений в сослужении братьев Святогорской Лавры и духовенства Русской Православной Церкви за границей. В такие моменты понимаешь, что святые они рядом. И главное верность Богу, стремление отдать ему свою жизнь. И да, все может начаться с небольшой Адамовки, за которой будет и Шанхай, и Сан-Франциско, множество мест, где святитель Иоанн нес свое служение. Раскольникам и униатам вновь места в дайджесте не нашлось. Читайте лучше новости на портале Православная Жизнь и не забудьте подписаться на канал Витражи о вере в красках. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова